Приветствую всех, с вами снова я, и сегодня у нас нечто необычное. Сегодня у нас битва флотов, состоящих из броненосцев и торпедных канонерок. Да, я надеюсь, будет очень весело и будет очень-очень громко. В плане взрывов, конечно же, потому что звук я вроде бы наконец-то нормально настроил. У нас три флотилии с нашей стороны, и еще я здесь в качестве наблюдателя, чтобы не отвлекать наш дорогой И от битвы. И три противника. Флоты, в принципе, зеркальные, так что предлагаю не затягивать и отправляться в руку, наконец. Да, думаю, сразу ставим на ускорение и ждем, пока начнется веселье. И в принципе, вернемся лучше к броненосцам, потому что они поинтереснее. Варьевы все, я думаю, не знают. Ну, и варморы, и как они там обозвали. Ну, в принципе, это все-таки варьевы. Потом у нас Алкосилен, французский броненосец, довольно приемлемый корабль, вроде как, в каком случае. И позор американского флота. Вот это вот убожество. Такое чувство, что из баржа переделывали. Возможно, кстати, из них не переделывали. Потому что это один из тех летских кораблей, про которые я ничего не знал. Вот, пошли первые партики, я смотрю уже. И, видимо, пошли в молоко, к сожалению. Похоже на то. Эх, не хотят корабли сходить с ними, как в торпедной бою. К сожалению, похоже на то, что надежда не потеря еще. Надежда еще не потеря. Мы должны видеть еще что-то интересное. И, кажется, сейчас мы это увидим, если только он не промахнет. Что вполне возможно. Что даже вероятно. И... Все-таки на этом корабле капитан либо идет, либо с улицей. Потому что он тупо станет. Разбрасывает команду, гнутся борта. Взрывы, взрывы, еще раз взрывы. И, получается, кардетик уходит с одного выстрела. Самое сложное это понять, что здесь сделать кардетик. И мы опять флоты автоматом подредактировались. Ну, ладно. Так, здесь вот, красота. Вышли торпеды со всех корабликов. И идут прямо в нос к цели. Да, отлично. Попадание со времен садинга. А, конечно, не видно. О, вы же прекрасно. И вот, большой взрыв. Как мы и хотели. Как мы все и любили. Большущий взрыв у нас. Ура. Так, что происходит тут? Все, мне ничего не интересуетесь. Угу. Так, уходит косога, убитая горем. Ну, или торпеда, как мы, как мы, как мы, как мы. Что-то не происходит, как мы можем. Здесь темно. А вот здесь кораблики идут. Видимо, нашли себе новые цели. Брать с этого броненовца. И идут на него. Будем считать, что торкурс не будет хват. Здесь зачем-то выпускают торпеды, ребята. Неплохими шансами попасть по своим. Но, вроде как, не попадут. Если он, да, если он разорвется, не должен упасть. Ну-ка. Угу. Достаточно разорвать такой торпеды. И смотрим туда-сюда, стол. Эй, я надеялся, получится пригнать побольше корабликов. Но не дали. Поэтому, ну, за речной силой. Пришлось поставить крест. Так, вроде, все, не так плохо. И вот сейчас, поедем, можно давать салф торпедный. Да, и он дает салф торпедный. И лично. И никаких шансов на лице не будет есть. К сожалению, посмотрим, что мы можем. Далее, салф торпедный не можем. Предлагаю немножечко ускорить. Вот, привет. За этими менами торпедами тащиться не очень интересно. Похоже, что маневр не совсем удался. Но, может быть, нет, сейчас мы будем все знаем. Нет, сейчас маневр удался, как ни странно. Я удивлен, но это сработало. Кораблю удалось идти. А там, тем временем, даже на нас внимание обратили. Что уже совсем неприятное. Поставьте разнымные снаряды. И немного передвиньте корабль. Ты зачем... Ай... Здесь? В таком сушке, конечно. Так. Так. Вернемся сюда. Этот корабль у нас просто сгорел. А этот пустил через минуту. Чудесно. Ага. Ну, и здесь ничего интересного, у нас, скорее всего, не ждет. К нашему кораблю движется торпида. Ну, вернемся, к емде. Ммм. Ммм. Не хлебит пробок. На вашего командующего напали. Похоже на половину пробок, все-таки. откуда у нас это предлагаю немного замедлить времени чтобы насладиться да отлично красота так вернемся к нашему кораблю мне очень хочется восстановить а то все удовольствие быстро кончится так что надо его ловить хотя похоже он все таки смогли его защитить вот так хорошо скажем больше был ну не должен вернемся к нашим броненосцам к нашему кораблю движется турпида и с этим забрали все и здесь тоже скорее всего бой бы конечно развернуться совсем иначе если бы те кораблики не менять и 50 поплыли но у нас есть только жертвы приходится идти для того чтобы вообще написать ролик так но неплохо предлагайте пенеки наверное устроить вражеский командующий устроен догонялки а потом устроить атаку на броненосец чисто как раз торпедными катерами там наш кораблик так как думаете существенная разница в скорости а этот парень видимо не сгнется уже да так что берем курс на перехват и двигаемся надеюсь что корабль не сгорит конечно жутковато раз за разом пускать перегрев двигателя но это игра так что тут можно поднять команду мы все таки на броненосец идете можно поднять команду в принципе измуты было бы если бы это не была такая игра нет продолжаем надеемся дать противника и даже догоняем и даже догоняем эх не бог и еще одна штука на него не вынесла давай ммм ммм ну конечно даже не близко жаль так ли мм мм м м м м и мы готовим новое сражение. Сейчас он не сыправ. Частенько так и бывает. Ну на коммунизм это не работает. Хм, хх. Так, хорошо, переформируем флотину. Ну, в принципе, не нравится, какие там флешки, то, что пусть остаются эти. А у противника опускаем в свою очередь. Тогда конвой броненосцев. Быстренько грузимся и наслаждаемся всем этим делом. Мы с краю, так что, в принципе, может получиться зайти на противника, в принципе, удачно. А может не получиться зайти на противника, в принципе, удачно. Так, ну, снизу явно бред в этот раз написан. Ну, серьезно, сами подумайте-то, довольно самодоцентная информация в этот раз. Ну, концентрировал огонь на первом, и он, что бортом ставится сразу. Выборожка. Так, все дали зал, да? Все лагерин дали зал. Надеюсь, никто из своих даже свалится. Даем второй зал сразу же. Здесь наши ребята тоже дают зал. Наш корабль охвачен огнем! Никакой надежды на спасение! Командующему грузить смертельная опасность! Не разваливайся, дуражка. А если не защитает уражение, то все удовольствие уходит. О-о-о-о, бедный броненосец! Это ж какой удар придется выдерживать? Надо будет пить молоко, но это уже не важно. Ну, ты у него привезли. Эти пси! Ваши бывшие союзники бегут с поля боя! Одна так иди в голову, вылетается и бортом не латится. Мы сейчас ускоряем игру. Смерть командующего стала ударом для подчиненных! Где же вторая стреляет? Так. Из одного аппарата. Вы посмотрите, как там торпеда красиво идет. Не попадет, скорее всего, но красиво. А здесь, в свою очередь, ну, примерно так же получилось, как в прошлый раз, к сожалению. Большая часть торпед прошла мимо, но она попала. И, видимо, на этом и заканчивается торпедный атак. Так. Не удается нам не только торпедиться, к сожалению. И еще один вид из того, что можно попробовать в похожей ситуации. И вот это должно попробовать. Ну, с другой стороны, еще не все кончено. Как ни странно. А, нет, все кончено. Эх, не дает в этой игре досмотреть. Так. Вот этот торпед до конца, к сожалению. Это ограничение на количество торпедных. Отчеток. У меня на всех сущих восстанавливающих пару таких ходок, чтобы просто более никуда не ушел. Из-за того, что все корабли потеряны. И отъеду их подальше после этого. И сейчас мы поставим тогда фрегат. Нет. Так. Тимоши, что оно, не повторяю, они поменяли. И потом несколько фрегатов. Может, вот так не интересно. Давайте попробуем. Судяйте, куда вылицо стартовое поле до игроков. Бак на. И. Непарт. Ну, скорее всего. Бак на, потому что просто раз. Удругом было. Ну, это все, принципи даже не очень. по сути вот ограничение на количество торпедных канонерок мне не нравится совсем портит удовольствие смотрится будем болтать и будем атаковать они все таки там появились это в принципе неплохо так торпед в воде много не бывает так что пускаем по мере перезарядки а там уже начались действия кстати посмотрим пускай торпеды пока еще жив поворачивай пускай торпеды парень не ну 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 похоже эти парни просто в пустую соберутся Огромное разочарование. Эй, пси! Ваши бывшие союзники бегут с пола боя! Поец, кстати, похоже успел пиццу. И они, видимо, все пойдут в никуда. Но еще не факт. Ну, здесь ну что? Угу. У меня все-таки толпы, определенные дистанции. Ага. Вот, собственно, ради этого мы здесь и собрались. И, похоже, попадание. Да. Уходные торпеды, но попадание. Серьезный урон для деревянного корабля. И дурацкий строй моих кораблей. Ну, ты именно. Тогда мы берем пока что один корабль. И две залки. Так. Неужели? Вы уничтожили вражеского товарища? Неужели расстреляли без торпед? Да ладно. Забавно, конечно. Конечно, забавно, но все-таки пеленбор. Так. Смотрится неестественно совсем. Ох, какой неудачный выстрел. Ох, какой неудачный выстрел. Извините. Мне очень жаль, что так вышло. И опять второй корабль. Похоже, горит уже без вмешательства торпед. Чудесно. Ох, да ладно. Вот. Ну, а уже не было, что-то опасно. Я, по-моему, не на капельском. Не на капельском. Что-то неглуб. И все. Так. Может ли чего-то не взять? Да. Тем временем продолжается атака. Очень интересная в этом момент уже. Где-то вот такое вот безумное нападение канале РК. Раз уж так получилось, что ставим зажигательные снаряды. не на это безумие ребята это настоящее безумие смотрите как крыса сгорает действительно эти ребята у меня плавать его в принципе не собирались откуда корреты и видимо надо смириться с тем что каждый раз не могу к этому как привыкли потому что это ужасно давайте посмотрим когда будет оставшиеся камни и пойдем к своим делам и и и Вот этот корабль урон умудряется навести к нашему флоту. Похоже уничтожает вот этот капит. На одном корабле возник пожар. Так, дурак развернился в нужную сторону. О, не менял бы их всех за такое. Зачем? Да, вот этот корабль улетает. Ну, тем временем, все равно, по-моему, херды. Да, тут тем временем плавающий. Все, как мы любим. Ну, первое сражение мне понравилось, второе было неплохим. Третий испортил его автоподбор армий. Очень грубый. Ну, всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, ждите новых видео.